Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что видно и слышно меня хорошо. И я рад вас приветствовать на нашем втором вебинаре в новом 2018 году. Вчера мы провели достаточно успешно, с большим количеством вопросов и ответов, наш первый вебинар с Иваном Травкиным. Но кто не был на том вебинаре, всех приветствую в новом году, поздравляю с прошедшим Новым годом и Рождеством. И желаю вам приятного вебинарного года вместе с нами. Как всегда, делаю несколько уже достаточно привычных, может быть, для кого-то из вас, ну, для тех, кто первый раз пришел объявлений. В самом начале нашего чата находится... так, уже не находится, поэтому дублирую. У нас чат через некоторое время начинает исчезать. Две важные ссылки. Сейчас я их продублирую. Вот они. Это... Первая ссылка, это на наше расписание. На расписание Директ Академии. В котором можно зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня 2018 года. У нас такое длинное расписание. Это расписание начинает уточняться. Некоторые пункты, которые были неопределены, начинают определяться в течение января. Я надеюсь, что она определится почти полностью. Но, тем не менее, на те темы, которые уже там представлены и определены, вы можете записаться, зарегистрироваться в свободном режиме. Вторая ссылка отвечает на вопрос, будет ли производиться запись. Да, запись этого вебинара производится. И где-то в течение одного-двух дней, завтра, наверное, вы ее сможете увидеть уже на нашем видеоканале в YouTube. Вот ссылка на наш канал здесь приведена. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе записи наших вебинаров. Ну, к тому же, на нашем канале более 200, уже 220 записей вебинаров хранится. Так что для вас это может послужить хорошим подспорьем. Сразу отвечаю на вопросы тех, кто не получил сертификат. Во-первых, самый первый вопрос, как получить сертификат. Сертификат должен ваш сам найти по тому адресу, на котором вы зарегистрировались. Это очень важно. Именно по тому адресу, по которому вы зарегистрировались здесь, вы и должны получить сертификат. Давайте общие правила того, что делать, если вы не получили сертификат, я продублирую в чат. Так как этот вопрос достаточно обычный, его многие задают. К сожалению, очень много возможностей для того, чтобы вы этот сертификат не получили. Или большинство получают сертификаты. Но, тем не менее, как любая рассылка, она по пути может быть отфильтрована спам-фильтрами различных серверов. Поэтому, если вы не получили... Ну, во-первых, раньше, чем через два дня, не волнуйтесь, потому что может просто не быстро дойти. Или я могу отправить сертификат не так быстро, как хотелось бы. А вот если он не пришел через два дня, поступайте в соответствии с вот этим вот простым правилом. Ну и, наконец, перед тем, как передать слово Марине, нашему сегодняшнему спикеру, я хотел бы три наших следующих вебинара вам... Ой-ой-ой, одну минутку. А я, к сожалению, не взял... Так, давайте я еще раз это сделаю. Вот так вот быстро достаточно. Прорекламирую наши три следующих вебинара. Завтра у нас будет вебинар Татьяны Телегиной, который будет называться «Креативные приемы в обучение», где брать идеи, как превратить информацию в увлекательные издания. В понедельник я начинаю, как всегда, в начале семестра, любого семестра, цикл вебинаров компании Директ Медиа, наших собственных продуктовых вебинаров, посвященных университетской библиотеке онлайн и другим нашим продуктам. Что нового в новом семестре расскажу. Ну и вот вебинар новый, который мы недавно только запланировали. Вебинар, который я очень хотел вам для вас провести. Это вебинар Натальи Зайцевой, видеоблогера, популярного видеоблогера, у которой учебный видеоблог более чем на 100 тысяч человек подписчиков. Она поделится опытом, как создать и раскрутить канал. Я бы добавил учебный канал на YouTube. Состоится 16 числа. Приходите, будет интересно. Ну вот и все. Затянулось мое вступление немножко. А теперь я передаю слово Марине Анатольевне Орешко для того, чтобы сегодняшний вебинар провести. Марина, прошу на связь. День, уважаемые коллеги, слушатели. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Я думаю, можно начать уже сегодняшний наш вебинар. Тема выбрана мной «Электронные игры». Мы сегодня поговорим о том, как их можно создавать, как их использовать в библиотечной работе. Покажу, как всегда, какие-то интересные материалы, удачные примеры. Как всегда, будет много ссылок, по которым можно будет ходить, смотреть, что-то скачивать и сохранить себе на компьютер, конечно же. Сразу обращаю ваше внимание, у вас с правой стороны есть такая кнопка «Ресурсы». Она называется в виде папки с материалами. Там я представила три материала, которые можно скачать. Первое – это презентация, которую я сейчас буду демонстрировать. Второе – это справочная такая презентация «25 онлайн-сервисов для создания электронных игр и викторин». И еще один текстовый документ называется «Шаблонные инструкции». Там еще дополнительная информация о различных шаблонах электронных игр и об инструкциях, как их создавать. Если вам все это пригодится в работе, я буду рада. Можете прямо сейчас открыть эту папку и скачать те материалы, которые вам необходимы. Для этого нажимаем на значок «Дискидки». Это была такая справочная информация для тех, кто впервые не знает, как пользоваться этими материалами. А теперь непосредственно к самой теме. Ну, я думаю, что, скорее всего, эта тема, прежде всего, заинтересует пользователей, библиотекарей, которые работают с детьми. Так, у меня что-то слайды не листаются. Одну минутку. Да, что-то у нас проблемы со слайдами, у меня они не перелистываются. Павел Юрьевич, может, поможете мне? Слайды не листаются почему-то. Ага, вот, отлично. Наконец-то заработало. Вот. Ура. Да. Поговорим об играх. Сейчас все больше и больше библиотечной практики. Игр, да, к сожалению, немножко зависает сегодня. Я надеюсь, что наверху, с правой стороны, значок, там вот смайлер, будет рука поднятая. Вот после смайлика сразу папка. Вверху, справа, вверху, после смайлика. Вот там. Итак, об играх. Сейчас уже в библиотеке начали постепенно отказываться только от мероприятий, в которых вот просто тематический обзор какой-то или просто презентация Powerpoint. То есть, это, конечно, сохраняется в практике, но все больше появляется мероприятий, в которые входят игры. То есть, участники не только посмотрели какую-то презентацию, познакомились с каким-то тематическим обзором, но еще и смогли себя продемонстрировать, посоревноваться. Как-то показать свои способности. И, конечно, эти мероприятия с играми, они прежде всего интересны школьникам, молодежи, студентам. Хотя из практики работы в нашей библиотеке с удовольствием играют в игры и люди более старшего возраста, вплоть до пенсионного, еще иногда и с большим азартом. Поэтому, наверное, игры – это сейчас очень актуальное направление в библиотечной работе. И сейчас даже не обязательно какие-то определенные условия для их проведения. Сейчас нужно создавать электронные игры и их с большим эффектом использовать. Но самый простой вариант – это использовать, конечно, презентации Powerpoint. У нее действительно большие возможности в плане создания электронных игр. Самый простой, конечно, вариант, то, что первое приходит, это на одном слайде написать вопрос, на другом ответ и вот таким образом перелистывать. Ну, это самый простой. А вот еще более интересный – это использовать так называемые триггеры и киперссылки для создания такой интерактивной викторины. Вот на слайде сейчас у меня стартовая страница для одной нашей электронной игры. Она создана по принципу своей игры. То есть вопросы здесь отсортированы по категориям и по сложности. Участники могут выбирать эти вопросы, открывать задания и их выполнять, отвечая на вопросы. Выполняется эта игра технически следующим образом. К каждому такой кнопочке, которую вы поместили на главный сайт, прикрепляется гиперссылка. Это ссылка на тот слайд, где само задание содержится. То есть сначала все-таки нужно создать все задания, а затем делать вот такую общую таблицу с кнопками, скажем так. Ссылки добавляются правой клавишей мыши. Это вот с правой, с левой стороны вкладка, которая на слайде. А вот с правой стороны у меня так называемое добавление триггера. Что такое триггер? Триггер – это такой эффект, который добавляется к анимации. Например, вы на кнопку ставите анимацию, исчезновение, а затем с помощью триггера вы устанавливаете время этого исчезновения. Для этого в области анимации выбираете тот или иной объект, которому вам этот триггер нужно добавить. Нажимаете на стрелочку вниз, и у вас открывается такая вкладка. Вот у нас был, например, какой-то там прямоугольник на слайде, и к нему нужно добавить эффект исчезновения. И внутри во вкладке «Время» в подскладке «Переключатели» мы устанавливаем кнопку «Начать выполнение эффекта при щелчке». Это и есть так называемый триггер. То есть получается такая штучка, что при нажатии мышью на эту кнопку, кнопка исчезает, и сразу видно, какие этапы игры уже пройдены, на какие вопросы уже отвечены. А вас просто перенаправляют на нужный слайд с заданием. Вот такое немножко может быть путанное в моем исполнении объяснение, но когда уже начинаешь с этим работать, уже становится понятно, как это все действует. Я вам в документе «Шаблоны и инструменты» оставила несколько ссылок на интересные шаблоны и инструкции к ним, если они существуют. Все эти шаблоны, они доступны до скачивания. Если вы только начинаете работать с триггерами и гиперссылками, то можно взять какой-то чужой шаблон и попробовать его переделать под себя. А уже потом со временем, когда вы уже более свободно начнете пользоваться этими инструментами, но уже можно самостоятельно создавать какие-то шаблоны. Давайте я вам покажу несколько примеров, как это работает. Вот, например, самый простой вариант, когда у нас есть векторина с вариантами ответов. Их всего три ответа. Гоголевская викторина фотоурчества Николая Васильевича Гоголя. Вот это самый простой вариант интерактивной игры. У вас есть задания, они появляются поодиночке. Вы выбираете правильный ответ. В случае, если вы верно угадали, то у вас появляется поздравительная анимация. Если ответ неверный, то, соответственно, какая-то надпись, что вы ответили неверно. Еще другие примеры. Ну вот, например, игра интеллектуальный тир. Здесь игрокам предстоит задача отвечать на вопросы. Но перед тем, как ответить на вопрос, необходимо выбрать... Сейчас, минутку, я вам ссылку пошлю сразу, чтобы было понятно. Перед тем, как выбрать, на какой вопрос отвечать, вам нужно выбрать патрон и стрелять по одному из трех шариков. У вас открывается, соответственно, вопрос, на который вы отвечаете. Этот шаблон придумал Александр Баданов. Я вам ссылку дала на саму игру. А вот в документе шаблонной инструкции вы найдете подробную инструкцию, как такую игру можно у себя на компьютере собрать и самому сконструировать. Эта игра больше, наверное, для индивидуального использования, но, тем не менее, сам конструктор интересный. Еще один вариант. Называется он Лабиринт. Суть игры все та же. Мы отвечаем на вопросы. Но теперь такой элемент квеста еще добавляется в эту игру. Это тоже шаблон Александра Баданова. У нас есть робот, который путешествует по Лабиринту. Он подъезжает к героям, которые здесь находятся внутри Лабиринта, и должен отвечать на вопросы, которые ему предлагают. Там два варианта ответа. Нужно выбрать правильно. Ну и в случае, если на все вопросы получены правильные ответы, благополучно из Лабиринта робот выезжает. Ну это опять-таки для индивидуального игрока, для одного, для ребенка, я думаю, такой вариант интересен. С помощью PowerPoint можно создать разные викторины на основе изображений. Например, отвечая на вопросы, мы получаем кусочки изображения, из которых оно будет складываться. Если мы правильно ответим на все вопросы, то у нас изображение сложится. Вот, пожалуйста, шаблон, пример такой викторины. Нужно, отвечая на вопросы, собирать изображение. В конце игры это изображение должно открыться. В идеале, если на все вопросы отвечены верно. И другой вариант, то же самое викторины. Все эти примеры взяты из блога Дедактор, где очень много полезной информации как раз по вопросам, связанным с играми. Там можно найти и инструкции, и шаблоны, и все это можно использовать в работе. Другой пример. Здесь в случае, если вы ответили верно, открывается картинка целиком. Если ответили неверно, картинка открывается или в обратном порядке, или фрагментарно, или как-то перемешиваются кусочки этой картинки. В общем, целиком вы ее не увидите. И тоже это все сделано в конструкторе Powerpoint. И все это можно в домашних условиях на работе у себя повторять. Продолжая разговор о том, как работать с фотографиями, можно, в частности, например, открывать по кусочкам какое-то изображение, а затем догадываться о том, что на этой картинке изображено. Вот, например, Викторина была с фотографиями у Александра Бадановой, опять-таки, где по кусочкам открывали фотографии самых известных столиц мира. И вот по фрагментам нужно было догадаться, что перед нами, например, фотография Лондона. В случае, если ответ неверный, можно, нажав на значок рупора, получить какую-то аудиоинформацию об этой столице, и вот тем самым справочную информацию. Еще сюда можно прикрепить к игре. Ну и еще один интересный шаблон, который мне показался достойным внимания, тоже из блога Дедактор. Сейчас я вам его отправлю. К сожалению, его так вот онлайн не посмотреть. Его нужно для начала скачать на компьютер, а потом уже можно посмотреть. Но я вам ссылку отправила сразу на все описание этой игры. И там же инструкция находится. Это интересный вариант. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот так. Это уже для коллективной, я думаю, игры. Здесь несколько категорий. Викторина по военной истории. Мы выбираем одну из трех категорий. А дальше у нас вот такое колесо фортуны. По принципу, что, где, когда. Оно крутится. И мы можем выбирать ту категорию, которая нам нравится, и внутри нее выбирать вопросы. Причем вот методом такого случайного выбора. Стрелочка нам укажет на вопрос. Мы нажимаем на кнопку. И, соответственно, у нас появляется этот вопрос на экране. Можно ли детально, как создавать такие викторины? Вот, например, про колесо фортуны. Там довольно подробная инструкция представлена, как и что делать со скриншотами. Вы можете вот прямо взять эту инструкцию и по ней действовать. Если вы впервые с этим сталкиваетесь, то можете скачать на компьютер готовую саму викторину. И просто заменяя названия одни на другие, добавляя свой контент, можно начать сначала так. Мы, когда начинали только работать с такими викторинами, мы брали чужие шаблоны и пробовали их под себя пересделать. А потом уже стали конструировать свои. Вот все возможные варианты, какие я нашла в интернете, и все детальное описание постаралась в ссылках вам добавить сюда. Вот в каждой из тех викторин, которые у нас были, я нашла описание этой викторины, инструкцию, и даже можно шаблон скачать в ряде случаев. Вот это все можно найти в текстовом документе, все шаблонные инструкции. Просто если я сейчас буду рассказывать, это не так будет интересно, а вот со скриншотами, если вы самостоятельно почитаете, мне кажется, будет интереснее для вас и понятнее, чем на словах описывать. Давайте я похвастаюсь, что мы придумали у себя в библиотеке. Мы попробовали вот эту игру с необычным названием «Музейный червяк». Сейчас я вам ее покажу, как она выглядела вот так. Вот с чего мы начинали. Это была одна из первых электронных викторин. Мы попробовали просто добавить сюда элементы квеста. У нас был такой музейный червяк, по принципу книжного червя. Он у нас в музее минералов съел все этикетки с названиями камней. И школьникам, это была викторина для третьего класса примерно, дети были. Школьникам нужно было угадать по описанию, что за минерал находится. Картинка и описание. И три варианта ответа. В случае верного ответа был один звуковой эффект, в случае неверного другой звуковой эффект. Вот эту викторину сделать очень просто, на самом деле. Вы можете этот шаблон скачать, там, из кнопки «Даунлоу». И просто попробуйте вот по этому образу создать свою. Просто вот убрать наш контент и добавить свой. Это вот самый простой вариант. Всем очень понравилось. Мы решили продолжить это дело. И уже попробовали сконструировать более сложный шаблон. Вот этот шаблон, игра, своя игра у нас была. «Город с морским характером» по истории Мурманска. Мы делали. Так. Вот ссылку, пожалуйста, я отправила. Игра «Город с морским характером». Попробуйте, если вы по своей игре создали. Я уже вам этот слайд показывала на предыдущих слайдах. Вот ее, к сожалению, так в интернете не посмотрели. Если вы сохраните на карте, то тогда мы можем открыть и во всей карте все представить. Это тоже. Создается определенное количество вопросов. Здесь их четыре категория, пять вопросов кажутся. То есть на 20 слайдах вопросов не состоится. Дальше создается стартовая страница, на которой кнопочки. А звук может попадать, потому что, может быть, вы ссылки открываете. Поэтому иногда может это стать причиной звука. Все проблемы со звуком, я не знаю, очевидно говоря. Причина – помеху. Кого-то хорошо, кого-то нет. Может быть, если у кого-то много ссылок открыто на компьютер. Похоже, почти у всех проблемы. Ну, давайте я могу отключить видео. Если это каким-то образом поможет, то можно попробовать отключить видео. У кого-то наладилось, у кого-то хорошо, нормализовалось. Сейчас нормально. Ну, хорошо. Тогда давайте продолжим пока с видео. Если совсем все будет плохо, попробуем отключить видео, может быть. Получше. Ну, отлично. Тогда продолжим. Я остановилась на том, что вот игра. По принципу телевизионной викторины – своя игра. 20 вопросов в ней для команд. Каждая из команд может выбирать категорию и вопрос внутри нее. Чтобы это сделать на компьютере. Вот была просьба там детально рассказать. Я постараюсь, насколько могу детально. Просто все подробности уже обговаривать не буду. Расскажу, чтобы было всем понятно. Итак, создается 20 слайдов с вопросами. Это викторина. Далее. Создается стартовая страница. Вот она перед вами сейчас на экране. С кнопками. Каждая кнопка – это вопрос. Нужно привязать этот вопрос к этой кнопке. Делается это с помощью гиперссылок. Правой клавишей мыши гиперссылка вставляется и связывается с определенным слайдом. Они все у вас списком выйдут. Вы просто выберете нужный номер слайда. Гиперссылка добавлена. Теперь вам нужно сделать так, чтобы при нажатии на эту кнопку она исчезала, чтобы вы не путались, на какие вопросы ответили команда, а на какие нет. Для этого существуют эффекты анимации. Вы выделяете эту кнопку. Дальше в PowerPoint во вкладке «Анимация» выбираете вид анимации, например, «Исчезновение» или «Выцветание». Ну, любой другой вид, когда кнопка удаляется с экрана. Выбрали анимацию – сделали. Затем надо сделать, чтобы эта анимация не сразу у вас все пропала, а чтобы только определенно при нажатии кнопки, при нажатии курсора, скажем так, на эту кнопку, только тогда она пропадала, а не сразу. Для этого есть так называемый триггер. Триггер добавляется следующим образом. Вы открываете тоже в PowerPoint вкладку «Анимация». Во вкладке «Анимация» есть кнопка «Область анимации». И у вас с правой стороны такой способный объект появится. Там будет список, указаны объекты на экране и отмечено, кому из каких объектов какие эффекты добавлены. Вы там выберете нужный объект, кнопку «Один», например. И увидите, что к кнопке «Один» прикреплена анимация удаления. Дальше вы нажимаете на стрелочку рядом с этой кнопкой, открывается такой выпадающий список. Вы выбираете из этого списка «Настройки анимации», а внутри во вкладке «Время» ставите кнопочку напротив такой опции. Там все на русском языке, все очень быстро находится. «Эффект запускать при нажатии кнопки». Вот что-то вроде этого будет. Вы эту опцию ставите и все, сохраняете. После этого у вас будет эта кнопка исчезать при ее нажатии. А будет открываться вопрос задания. Вот таким образом я постаралась более-менее детально объяснить, что и как. Просто здесь в Powerpoint нужно все на практике попробовать своими руками потренироваться. Не все сразу получится, но я думаю, игра того стоит. Получается довольно интересный вариант. Давайте еще один вариант посмотрим. Все по тому же принципу вариаций на тему своей игры. Так называемый интеллектуальный биатлон. Здесь уже выбирать ничего командам не нужно. Здесь у каждой есть своя мишень. Сейчас я вам дам ссылку. Это можно скачивать. Все это загружено на Яндекс.Диск. И все это можно скачать себе на компьютер. И на компьютере рассматривать уже более подробно. У команды есть мишень. Ну, как вы помните, в биатлоне стреляют по мишеням. Если попадают, то мишень закрывается. Если не попадают, то она стрельцем черным. Мы настроили анимацию таким образом, что при правильном ответе, при повторном нажатии, можно мишень закрыть. Она станет беленькой. А цифра исчезнет. Вот таким образом это работает. И все то же самое. Вы просто нажимаете на номер вопроса, открываете этот вопрос. Команда отвечает правильно или неправильно. Вы закрываете или не закрываете мишень. И в итоге очень удобно все подсчитывается. По количеству баллов, сколько мишеней осталось, сколько закрылось. Вот такой интеллектуальный биатлон мы придумали. Еще интерес этого биатлона был в том, что здесь нет вариантов ответа. В основном в викторинах предлагают там 3, допустим, варианта ответа. И здесь мы оставили вопросы открытыми. Вот, например, так он выглядел, один из вопросов. А кнопка-то всего одна, правильный ответ. А мы хотели сделать так, чтобы сразу было понятно, ответили верно или ответили неверно. Здесь была маленькая хитрость. Кнопка правильный ответ на самом деле разделена на две кнопки. Только они окрашены в один цвет, на слайде этого не видно. Если ответ правильный, мы нажимали на кнопку со словом «правильный». И, соответственно, музыка появлялась, соответствующая этому ответу. Если ответ неверный, то мы нажимали на кнопку «ответ». И музыка играла, что ответ неправильный. Ну, к сожалению, периодически что-то, возможно, со звуком пропадает. Я вот от себя сделала все возможное, что только могла. Возможно, какие-то проблемы в виртуальной комнате, или, может быть, он уже вот здесь. Ну, в самом начале вебинара мы проверяли. С моей стороны, вроде как, должно быть все хорошо. Возможно, если какие-то вкладки открыты на компьютере, может быть, да, или какая-то временная проблема. С ней мешает Москве. Или мороз в Москве. Может быть, и так. Если, я тогда буду все-таки продолжать, потому что я не знаю, ждать, когда звук заработает. Это тоже у нас вебинар. Уже почти полчаса прошло. Очень жаль, что такие возникают перебои. Сегодня. Еще одну ссылку в чат пошлю. Будем арестироваться. Тогда хотя бы по ссылкам. Ссылки передаются. Игра по карте. Можно сделать. Итак, поместить какую-то карту на экран. На нее нанести гарантичные точки, метки. И сейчас уже отключу все свои антивирусы. Все, что могла, отключила на компьютере. Все, что может мешать здесь. Я не знаю, правда, все. Ага, перезайти в вебинар. Ну, хорошо, сейчас я попробую отключить время. И давайте пока проведем такой тестик. Скажите, пожалуйста, меня нормально слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Ну, я прошу прощения. На Марину особенно не наседайте по поводу звука. Я попытаюсь этот вопрос решить. Но я думаю, что это либо что-то с ее каналом конкретным, либо с каналом с загрузкой непосредственно сервера. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому я прошу в разнобой не давать советы Марине. Я постараюсь сам ей давать советы. Ну, а если звук плохой, то предупреждайте. Вот. Потому что, может быть, у кого-то плохой, у кого-то хороший. Вебинарная система – это дело тонкое такое. Поэтому могут быть разные варианты. Добрый день еще раз. Жаль, да. Жаль, что так вот все сегодня получилось экстренно. У нас тут солнышко светит наконец-то в городе. Поэтому особенно жаль, что так вот. Уже стало получше, да? Отлично. Ну, хорошо. Тогда продолжим. Я остановилась в последний раз на том, что игру можно создавать по карте. И ссылку успела бросить в чат перед тем, как уйти, как раз на создание такой картографической игры. На карте нанесены горячие метки в виде звездочек. Нажимая на эти метки, можно открывать задание «Вопросы». Открываются фрагменты с карты Мурманска. И там какой-то вопрос по достопримечательности, по улице и так далее. Здесь мы попробовали такое нововведение. Мы придумали здесь табло для подсчета баллов. Вот наверху вы видите четыре нолика. У нас было четыре команды, и вот по нажатию на каждую из этих клавиш можно было выставлять счет на табло. То есть нажатие один раз – один балл. Нажмешь два раза на кнопочку – два балла. И сам ведущий может назначать баллы на вопрос. И тем самым вы избавлены от необходимости где-то на бумажке еще отдельно считать очки каждой команды. Вот такой вариант тоже возможен. И все это опять-таки с PowerPoint сделано. Это вообще очень хороший инструмент для начинающих создателей игр. Самый сложный наш шаблон, на который мы потратили больше всего силы и времени, назывался он «Морской бой». По принципу всем известной игры играли две команды, у каждой было свое поле. Ссылку я вам тоже положила, шаблон можно скачать. Тоже с помощью триггеров и гиперссылок мы сделали такие кораблики. Они у нас запрятаны были в поле. Задача команды – найти корабль. Но мало того, нужно было еще ответить на вопрос. Каждый удар по кораблю – это один вопрос. У нас были вопросы по военной истории. В случае, если просто корабль торпедирован, то вот у нас квадратик красненький. И если на вопрос отвечаем правильно, то он тоже остается красненьким. А вот если корабль вы выследили, но на вопрос ответили неверно, то появлялась возможность, можно этот квадратик сделать черным. И в итоге, по итогам игры, можно было сразу определить, какая команда сколько кораблей нашла и на сколько вопросов ответила. Правда, игра получается немножко длинная, она такая не на полчаса, а чуть побольше, где-то около часа. Но появляется азарт у игроков и участников. Главное, не забыть, что важно не только корабли искать, но и на правила отвечать на вопросы. Все эти шаблоны я вам специально закачала на Яндекс.Дисках. Можно скачать. Если вас что-то заинтересовало, то я буду рада, если вы нашими наработками воспользуетесь, в своей работе, сделаете что-то еще лучше, еще краше. Было бы здорово. Но отдельно уже стоит, наверное, поговорить о тех играх, которые можно сделать онлайн. Дело в том, что PowerPoint-овские игры, их не всегда можно разместить в сети интернет. Например, вы хотите своей игрой поделиться со всеми участниками. У вас есть сайт, у вас есть блог, и вы хотите, чтобы все прямо в нее поиграли, и не в вашем городе, и те, кто не в библиотеку пришел. Но, к сожалению, вот эти триггеры и гиперссылки, они не всегда хорошо сохраняются, если мы это будем публиковать в сети. Вот через Lightboom, может быть, что-то может получаться, если закачивать несложные игры. А если к играм приложено сразу много триггеров и много гиперссылок, не всегда можно эту игру как-то сохранить и опубликовать в сети. Поэтому возникает необходимость все равно к онлайн-сервисам обращаться. И таких платформ сейчас огромное количество. Я просто постаралась как-то отсортировать, выбрать то, что может быть интересно. Но уже ближе к делу. Learning Apps – самая известная, наверное, платформа для создания игр. У нее вообще огромные возможности. Я вам несколько ссылок сейчас просто в чат отправлю. Это может быть и викторины, и кроссворды, и игры «Найди пару», и логические игры, и игры со словами, там, допустим, веселиться. Игра «Кто хочет стать миллионером». Видео-викторины. Ну, о видео-викторинах я рассказывала на вебинаре. Интерактивное видео. Если кого-то это заинтересует тема, там можно найти мой рассказ уже более подробно об этом. А вообще-то конструктор очень простой. Он на русском языке. С правой стороны на слайде вы можете увидеть, как он выглядит, конструктор. Вот, например, это вопросы для викторины. Здесь можно вопрос представить в виде текста, в виде картинки. Можно аудио записать или видео прикрепить. Точно так же и ответ. Вообще-то сервис очень любят и педагоги, и библиотекари отлично пользуются. Здесь большая, просто огромная коллекция разных игр. Их можно все использовать в своей работе. Демонстрировать на экране и делать самому. Это здорово. Это отличный инструмент для работы. Еще хотела бы обратить внимание на интересный шаблон. Называется он «Пазл». Обычно мы привыкли, что пазл – это что-то, что создается из кусочков. Просто какая-то фотография. Вам нужно просто кусочек к кусочку подобрать. Здесь интеллектуальный пазл. Здесь не просто кусочки подбираются. Здесь слова отсортироваются по категориям. Вот, например, сказки Чуковского. У нас есть два произведения. «Муха, цикла, духа и балет». И герои из каждой сказки. Вам нужно их просто отсортировать, куда кто относится. И тогда пазл сам с собой сложится. Вот такой интересный вариант. Отличный сервис для, если вы работаете с детьми, со школьником. Это вообще очень здорово смотрится всегда. Мы обычно такие игры на весь экран открывали и прямо из интернета показывали. Еще один конструктор тоже похож на Learning Apps. Он, правда, на английском языке. Но, возможно, вас он заинтересует шаблоном своей игры. Вот можно в PowerPoint попробовать, а можно то же самое сделать и с помощью онлайн-сервиса. Звуку я вам показала. Он может, правда, выглядеть не очень красочно, но не очень сложно. И английского не стоит здесь пугаться. Здесь даже регистрироваться не надо. Если у вас есть аккаунт Google, то вы можете просто использовать этот сервис без регистрации. Потому что он игры создает на основе таблиц Google. Вам дают шаблон. Вот на экране я его развернула, изображение которое побольше. И в этот шаблон, вот вы видите здесь 6 категорий. Внутри каждой есть вопрос-ответ. Вы просто стираете то, что там написано и вписываете свое содержание. И получаете вот игру на 4 команды. Вы можете ее развернуть на весь экран у себя и в библиотеке. И вот таким образом здесь мы поиграть. Интересный и достаточно простой шаблон. Эффективный. Еще такая тоже необычная игра. Я постаралась в каждом сервисе что-то необычное найти. Вот чем он от других отличается. Потому что смотреть очень многие похожие игры. Просто об одном и том же неинтересно рассказывать. А вот, например, еще такая игра. Не сразу сообразить, что требуется от участника. Тут нужны комментарии. Тоже на основе Google таблицы. Вот эти вот стрелочки, которые я в квадратике обвела в красненькие. С помощью этих стрелочек можно и персонажей перемешивать. Менять местами. Тут, как вы видите, у нас нужно подобрать каждому действующему персонажу время, в которое он действовал. И события, которые происходили в это время. И вот, как кубик Рубика, знаете, подбираете одну к другому с помощью стрелочек. Вот такая необычная игра на логику, на соображение, на знание истории. Тоже интересно, на мой взгляд. Можно попробовать. Для, допустим, индивидуальных игроков. Еще один интересный сервис. Мне он понравился. Во-первых, он на русском языке. Он создан нашими российскими разработчиками. Платформа e-треники. Может быть, кто-то пользовался. У них всего пять шаблонов. Но они все очень интересные. Они анимированы. Вот если вы сейчас ссылку откройте, то сами в этом убедитесь. Тут нужно рассортировать. Это шаблон кокла называется. Здесь нужно рассортировать слова по категориям. Ну, даны названия морей. И вам нужно эти моря разнести по океанам. В чем фишка? То, что здесь надо еще и обладать немножко пространственным мышлением. То есть вам нужно повернуть перегородки, которые коричневые, в нужную сторону, чтобы у вас блок с правильным ответом упал именно в ту сторону, куда он должен упасть. Но вам сервис по ходу будет подсказывать, правильно вы ответили или нет. И вот таким образом отвечаешь на вопросы. А сам конструктор с левой стороны, вы его видите. Я вот, например, создавала игру по произведениям Тургенева Достоевского по русской классике. И вот, например, вкладка, называешь категорию, добавляешь туда слова. Открываешь вторую вкладку по цифре 2, то же самое пишешь там произведение Достоевского и добавляешь его произведение. Все это сохраняется и в итоге сам конструктор вам такую вот игру может сконструировать. Еще интересный шаблон с этого же сервиса. Игры анимированные, поэтому вызывают интерес. НЛО называется. Сейчас я вам еще одну ссылку отправлю. Вот. Здесь немножко уже другой принцип. Открою картинку. Вот так. Оно выглядит... Пролетает НЛО, сбрасывает блоки с ответами. Ну вот эта игра больше для учителей, конечно. Для библиотекарей я не нашла примера. Пока не создала еще. Здесь нужно из этого, скажем так, набора слов убрать те слова, которые не соответствуют условиям. А то должно быть слова там с безударной гласной определенной. И вы курсором мыши просто эти слова за борт выбрасываете. Оставляете то, что нужно. А конструктор, вот как он выглядит с левой стороны. Вы, например, создаете список произведений, список каких-то слов. И напротив каждого слова указываете. Оставить его или удалить. Прописываете задание, что нужно. И все. Конструктор вам все сконструирует. Сервис шаблонов 5. Тут еще есть три. Уже самостоятельно. Если вас заинтересует, можете посмотреть. Они больше на преподавателей, конечно, ориентированы. Но что-то возможное для библиотечной практики тоже потребуется. Но, по крайней мере, аналогов я пока еще не видела чего-то подобного. Мой любимый сервис, без которого уже вебинар не могу обойтись, H5P. Он плюс к тому, что создает отличные интерактивные видеоролики и презентации, он еще и делает отличные игровые тренажеры. Сюда здесь можно добавить около 20 шаблонов, около 20 разных игр можно создать. И со словами, и просто викторины, и различные виды игр, флеш-карточки. То есть тут есть где размахнуться. Фантазия совершенно не ограничена. Перед вами, например, конструктор самой простой викторины с выбором правильного ответа. Пишите вопрос, добавляете ответ, отмечаете, правильно он или нет. Ну и переходите к следующему вопросу. В итоге вот такая у меня викторина получилась по книжкам о Гарри Путере. Интересный сервис. На английском языке видно, что здесь устанавливается. Зато все вот эти конструкторы, игры, которые вы сделаете, все это можно у себя на сайте или в услуге представить. Оно очень хорошо встраивается. Это тоже большой плюс. Еще один интересный инструмент. Propos Game. Сейчас я вам ссылку сразу отправлю. Пожалуйста. Он тоже чем-то Ленин Сепс напоминает. Здесь 7 видов викторин всяких разных. Есть на основе текста, есть на основе изображения, есть выбор одного или двух ответов. Вот я вам ссылку, например, послала игры на соответствие. Вот так она выглядит. Единственное, что если у вас сейчас включен блокиратор рекламы, то может ссылка не открыться. Вот, например, у меня стоит Adblock, как приложение к Google. Он не разрешает открывать эту ссылку. Тогда надо блокиратор временно приостановить, и ссылка откроется. А так-то, в принципе, сервис работоспособный, ссылки работают, все должно открываться. Здесь вам нужно, опять-таки, создать категории слов, внутри прописать слова, они у вас будут выдаваться вперемешку, вам нужно их только отсортировать. Например, вот Федор Протасов, отнести его к одному какому-то произведению. Плюс здесь идет еще обратный отсчет времени. Когда время закончится, игра становится. Такой немножко еще и соревновательный момент есть с помощью таймера. Еще одна вот такая интересная игра, опять-таки, в рамках сервиса. Это, конечно, не все, что здесь есть, но интересно. Можно играть с изображением. Изображение нанесить какие-то точки с вопросами. А затем участникам предлагается найти эту точку, например, на карте. Например, если вы загрузите карту в своей какой-то местности, а потом по точкам попросите участников, как найти на этой карте какие-то населенные пункты, какие-то города и так далее. Трясутся. Я вам отправила, вы можете посмотреть, как вы можете обниматься. Так, звук опять начал пропадать. Давайте проверим у всех. Так, мне нужно попробовать призвать грузиться или... Так, ничего не слышно. Слышно, как звук пропадает. У всех... ...слышно. Так, все еще не слышно. Какая проблема с сервером? А нет, эхо, нет звука, звук не слышно. Ой, я не знаю. Давайте еще раз. Хорошо. Давайте еще раз. Вдох. Давайте заимин fizerем. Вдох. Давайте еще раз. Продолжение следует... Вдох. Церва. Вдох. 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 Так, заново перезагрузила еще раз виртуальную комнату. Хорошо, да? Отлично. Ну тогда так и работаем. Если что, тогда будем перезагружаться и заново заходить. Не знаю, в чем проблемы сегодня. Были какие-то помехи у меня здесь тоже. Так, еще один конструктор, называется он ProProfs. Он вообще-то создает самые разные варианты. Он еще и... Ну вот, к сожалению, соседей сверху я не могу контролировать. Вот, да, есть такая возможность. Что еще это тоже, как назло, все. Прошу прощения за все неполадки, все, что тут возникает. ProProfs. Конструктор для создания электронных курсов, самых разных электронных вариантов игр. Здесь для создания игры викторин используется шапоун Квизис. Он тоже очень похож на все предыдущие сервисы по конструктору, если смотреть. Ответы. К ответам можно прикреплять картинки. Можно настраивать обратную связь. И таким образом создавать викторину. Если посмотреть по возможностям этого сервиса, то у него достаточно много всего интересного здесь представлено. Сейчас я вам сразу несколько ссылок отправлю, чтобы не быть голословной. Например, вот первый тест, это тест с выбором ответа. Ну, это вот традиционная такая викторина. Сейчас скидываю ссылка. Ссылка. А вот второе, это, например, тест на соответствие. Найти слова, которые друг другу подходят. Еще одна ссылка. Пожалуйста. Как вы видите, конструктор тут очень простой. Заводим пару слов. Настраиваем обратную связь, сохраняем. Все это начинает работать. Большой плюс, что это опять-таки все встраивается на блог или на сайт с помощью кода. Создается буквально в считанные минуты. Единственный недостаток, опять-таки, возможно, англоязычность. Ну, тут уже можно выбирать. Можно находить какие-то русские аналоги сервисов. Они тоже отлично справляются. Вот как раз о них сейчас поподробнее поговорим. Это все были такие большие конструкторы, которые все в одном. То есть они сразу несколько видов викторин, сразу несколько видов теста создают. А есть уже специально какие-то сервисы, которые с узкой специализацией, но они не менее интересные. Нельзя не сказать, конечно, про Google форму, потому что это отличный вариант, если вы проводите какие-то игры дистанционно. Например, у вас есть блог, сайт, и вы хотите провести какую-то викторину, наградить участников по итогам, по какой-то теме. Мы, например, к эпилею своего мурманского писателя создавали просто викторину, публиковали ее в блоге. У нас читатели отвечали, тем, кто ответил правильно, мы потом небольшие призы выдавали. Таким образом у нас эта игра проходила. Большой плюс, что Google форма это всегда под рукой, это всегда удобно. Вы можете настраивать то, что вам будет приходить уведомление о том, что участники отвечают. Большой плюс, что здесь большое количество участников может сразу с этой викториной работать. Во вкладке ответы вы можете просмотреть диаграмму правильных, неправильных ответов. Или представить их в форме таблицы. Совсем недавно у Google формы появилась такая еще возможность, называется она тест. Во вкладке тест вы можете сделать настройку, чтобы у вас сразу Google форма еще и фильтровала вопросы по правильности и неправильности. Если у вас, например, вариант из нескольких ответов, вы можете отмечать, кто из них верный. У вас сразу Google форма будет автоматически проверять все ответы и выдавать вам сводку, что правильно, что неправильно. Мало того, она может еще и участникам давать обратную связь, писать, что они ответили верно, что нет. Но это уже по умолчанию, как хотите. Вы можете на любые возможности настроить. Поэтому это отличный инструмент для проведения дистанционных игр в блоге или на сайте. Если у вас Google аккаунта нет и вы как бы не хотите его для этих целей специально заводить, ну, мало ли бывает такое. Либо у вас на работе недоступно Google, что тоже бывает. Вот русскоязычный вариант Google формы называется он веб-анкета. Вот так выглядит, например, сводка ответов по Google форме, если посмотреть. Веб-анкета, она не такая красочная может быть, но все основные возможности Google формы здесь сохранены. Вы точно так же добавляете вопросы, отмечаете верный, неверный. И в Google форме и веб-анкете вы можете добавить разные варианты. Там в качестве ответа можно давать текст, можно давать адрес электронной почты, таблицу, число какое-то. В общем, там много разных возможностей. И там, и там. Ну и тоже. И в Google анкете и веб-анкете вы можете добавлять баллы. Каждому вопросу присвоить количество баллов. И у вас они еще будут считать, сколько баллов завоевал тот или иной участник. Вот для дистанционных игр и викторин это, наверное, самые интересные два варианта. Если вы какие-то другие используете, можете ссылку или комментарии оставить в чате. Возможно, другим участникам будет интересно. Мы вот в основном на эти два ориентируемся. Даже чаще, наверное, все-таки на Google форму. Она, ну, просто всегда под рукой есть. Поэтому вот рекомендую для дистанционной работы именно вот такие инструменты. Если уже говорим о тестах, есть еще одна тестовая платформа – OnePadTest. Это уже конкретно по тестам. Кроме тестов она еще умеет создавать кроссворды. Вот о кроссвордах как-то мало мы говорили сегодня. Вот сейчас я вам ссылку на кроссворды. Посмотрите, как это выглядит. Вообще, кроссворды из тех сервисов, о которых я вам рассказала, уже Ленин Эпс создает. Вот самый первый, с кого мы начали. Ну, вот еще один вариант для создания кроссворда. Вот пример. В основном по всем сервисам, которые я вам сейчас даю, вы можете найти обучалки в справочной инструкции 25 онлайн-инструментов. Там они есть, там уже более подробно со скриншотами рассказано. А так инструмент англоязычный, и вы можете попробовать… Инструмент русскоязычный, вы можете достаточно просто в нем работать. Кроме того, здесь большая база готовых уже тестов, которые уже можно не создавать, а просто использовать в работе. Это вот был кроссворд, и вот еще я вам сейчас логическую игру тоже в чат отправлю. Здесь можно конструировать пословицу из отдельных слов. Тоже интересный вариант. Все это можно себе на сайт или в блог пристроить и использовать таким образом. Здесь может быть немножко… Единственное, что трудно, есть возникновение с навигацией. Тут не все правильно понятно, но здесь большая справочная поддержка. Здесь есть видеоуроки, и все на русском языке. За справками всегда можно прямо на сервис обращаться. Не обязательно искать обучалки специально. Еще один интересный сервис – GoCongr. Он создает викторины и флеш-карточки. Почему я на нем остановилась, но уж больно красиво получается. Сейчас я вам отправлю ссылку, посмотрите, как это работает. Ну вот эта викторина, она, может, не такая красочная. Вот флеш-карточки мне понравились даже здесь больше. Сейчас еще одну отправлю по флеш-карточкам. Вот. Это такая викторина для самопроверки. С одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Карточка вращается. Вы на нее нажимаете, она вам показывает оборотную сторону с ответом. Это вот можно тоже в блоге и у себя на сайте такое пристроить. Очень симпатично, мне кажется, получится. Можно даже виртуальную выставку такую сделать. На одной стороне, допустим, название книги. С другой стороны, кто написал. Ну, в общем, тут вариантов может быть безграничны. Вот, например, коллеги из Беларуси целую виртуальную экскурсию по таким флеш-карточкам сделал. Сейчас я вам еще ссылку одну пошлю. С белорусскими достопримечательностями. А вообще, конструктор очень-очень простецкий. Вопросы, ответы, объяснения. Нужно отметить вопрос, какой правильный, какой неправильный. А с флеш-карточками еще проще. Написать название на одной стороне, написать название на другой. Какие-то слова, фразы. И можно даже картинку прикрепить. И получаются вот довольно симпатичные вещи. Можно использовать. По крайней мере, я этот сервис взяла на вооружение. Он мне попался тоже так, как всегда, случайно. Я его запомнила и постараюсь что-нибудь со временем красивенько в нем сделать. Ну, а вот это в прошлом году была моя любовь. Написала несколько постов даже на эту тему PlayBus. Я думаю, вам знаком этот сервис. И наверняка вы сами отвечали на вопросы таких викторин. Они сейчас в большом количестве во всех социальных сетях представлены. PlayBus вообще изначально создавался как развлекательный сервис, но он перерос уже это. И уже стал с образовательными целями использовать. Подключились учителя, подключились педагоги. Начали создавать здесь свои викторины. Ну, красиво получается. Особенно, если это в сайт строить или в блог. Получается здорово. Вот я вам просто обычную викторину послала, то, что мы сделали. А можно сделать фото викторину. Например, догадайся о книге по ее первой строчке. Вот еще вариант такой. Про оба этих шаблона я написала пару постов. У меня у нас в блоге Роза Ветров Север. Прямо вот. Ну, вы найдете эту обучалку. Я ее тоже скинула в список общего. Там детально со скриншотами я попыталась рассказать, как это сделать. А вообще вот даже по слайду понятно. Загружайте большую картинку. Добавляйте вопрос, ответы. К ответам можно картинки. Эти ресурсы работают только онлайн. Вот то, что онлайн, это PowerPoint. Я вам рассказывала в самом начале. Это уже я пошла по онлайн инструментам. Да, они только вот в онлайне работают. Смотреть только так, через интернет. Самая интересная фишка у этого сервиса, здесь есть обратная связь. То есть по итогам этого теста конструктор может выдать участникам оценку их знаний. Например, определенное количество баллов они получили, и в зависимости от этого получают разную обратную связь. Если ты ответил на 10 вопросов, у тебя будет один вариант обратной связи. Если всего на 5, то другой. Обратная связь точно так же прикрепляется в виде текста или в виде картинок. У нас была библиотечная викторина, поэтому вот если достопримечательность Тимурманска до конца ответить на все вопросы, то... Сейчас отвечу на вопрос, я увидела, спасибо. Если до конца ответить на все вопросы викторины, то там в конце будет рекомендательная такая обложка книжки и рекомендация, что еще можно почитать по теме. Мы вот так попробовали. Ну, поскольку библиотечная викторина про рекомендации забывать не надо. А об учалке вы найдете в презентации 25 онлайн-инструментов для создания игр викторин. Там много рекламы, я с вами согласна. Поэтому эти игры лучше в блоге и на сайте смотрятся. Там уже рекламы нет, поэтому они очень... Я вам ссылку поэтому сразу на блог и дала. Потому что в самом сервисе смотреть – да. Ну, потому что это издержки. Сервис бесплатный, поэтому нагружают рекламу как только могут. Вот, например, шаблон для фотовикторины. Он примерно такой же принцип, только вы картинки в качестве адресов представляете и задаете вопросы в текстовом формате. И сам конструктор у вас уже делает такую фотогалерею. Ну, у каждого сервиса, как у всех, есть плюсы-минусы. Тут уже каждый выбирает то, что ближе. Ну, и нельзя забывать, что у нас командное соревнование, что игры – это не только индивидуальное первенство, но еще хорошо бы какую-то командную работу наладить. Вот тоже сервис, очень необычный, на мой взгляд. Бамбузл совсем недавно появился на горизонте образования и библиотечной практики, но для командных соревнований тоже можно использовать. Здесь вы создаете сначала векторину. Как видите, все очень просто. Вопрос-ответ. Вы можете выбрать изображение. Количество вопросов, здесь, по-моему, они 16 ограничились, не более 16. А дальше запускать игру. Тут у вас есть небольшая подсказка, как играть. Для начала вы выбираете количество команд. 2, 3, 4. Дальше вариант игры. Квиз – это обычная стандартная игра. Вопрос-ответ. А вот классик – это такая интересная особенность. Хотя классик зря я так назвал, мне кажется. Здесь такой элемент неожиданности. Мы вроде как выбираем вопрос, а в итоге у нас все баллы сгорают. То есть это какие-то такие подводные кнопки появляются, которые неожиданно могут сгореть все баллы. Такой вот элемент неожиданности. Ну, кому что нравится. После того, как мы игру запустили, она у нас вот так в формате запускается. Команда 1, команда 2. Та, которая в белой рамочке сейчас отвечает. Мы можем переходить от одной команды к другой. Ну и внизу три кнопки. Если команда ответила неверно, нажимаем «Упс». И право ответа переходит к другой команде. Если ответили верно – «Ок». И автоматом идет начисление очков. К каждому вопросу можно добавить определенное количество очков. Ну и наконец, если никто не ответил никак, ничто, просто кнопка «Чек». Проверка правильного ответа. Он выходит на экран. Кнопка «Чек» еще и переводит на следующий слайд к следующему вопросу. Вот таким образом это все работает. Это все работает на большом экране в библиотеке. Допустим, все это открывается и работает онлайн. Мне кажется, здорово для команд. Можно. Да, бесплатно. Для командных соревнований будет сервис своей игры. Мы уже немножко говорили. Я уже показывала вам, как в PowerPoint это сделать, как можно в сервисе Flippity сделать. Есть еще парочка сервисов, которые используют педагоги. Расскажу о них вкратце. Geopardy Rocks. Он сейчас поменял название практически на днях. Позавчера был Geopardy, а сегодня он уже с другим названием. Но я уже не стала менять. Ссылка рабочая. Все должно открыться. Адресы тут же у сервиса. Вот здесь, как вы видите, конструктор вообще очень простой. Вопрос, ответ и сохранить. Все. Единственное, что здесь нельзя прикреплять изображение. Увы. Но простота, это тоже иногда неплохо. Вам просто сразу сгенерируют вот такую табличку синенькую наверху. Она здесь вопросы от 100 до 500. И вы можете, щелкая по кнопочкам, добавлять вопросы-ответы. Когда все добавится, можно играть. Опять-таки, разворачиваем ее на весь экран. Вот так она будет выглядеть. Вам предложат выбрать количество команд. Причем у каждой команды будет логотипчик. Лимончик, клубничка, груша, еще что-то. До пяти команд. И вы можете начинать игру. Здесь еще такая особенность. Если ответ неверный, то эти баллы списываются со счета. То есть здесь не только можно в плюс уйти, но и в минус. Вот такая фишка необычная у игроков. А так здорово она работает. Единственное, что картинок может быть не хватает. А так все отлично. Картинки можно взять вот с помощью этого сервиса. Flip Quiz мы пробовали. Это здорово работает. Мы и в блок пытались это встроить, и на весь экран. На всем экране оно смотрится лучше. Если у вас широкоформатный монитор, то он будет здорово сейчас открываться. Надеюсь, смотри. Это наша игра по войне в Заполярье. Была книга, посвященная войне в Заполярье. Мы по этой книге сделали игру. Если разрешение экрана не слишком высокое, то может быть немножко обрезаться. Вот здесь недостаток у этого сервиса. А так он очень красочный, красивый. К нему можно. Мы изображение не добавляли. А вообще здесь есть функция добавить изображение. И посылки, например, из интернета. Есть здесь таймер. Вы можете запускать время. И тогда команды будут ограничены каким-то определенным временем. Он будет тикать у вас в виде такого. И обратный отсчет пойдет. Единственное, что здесь нет автоматического начисления очков. И вам очки придется на листочке суммировать отдельно. А так все здорово. Это, наверное, самый известный сервис для создания своей игры в библиотеке. Создается буквально за полчаса можно из готовых вопросов сконструировать викторину. В PowerPoint, конечно, у вас на это уйдет больше времени. Здесь все намного быстрее. Ну и в заключении нашего вебинара. Немножко все-таки вернусь к теме флеш-карточек. Я вам уже что-то показывала. Вот так выглядит игра Flip Quiz. Собственно, забыла слайд вам показать. Вот так она выглядит с таймером вместе. Можно генерировать QR-код и давать участникам QR-коды, чтобы эта игра у них еще и на мобильных устройствах могла открыться. Например, можно так сделать. Карты сервиса для создания флеш-карточек. Вообще они создавались для того, чтобы изучать иностранные языки. С одной стороны слово, с другой стороны его значение. Или, например, как оно звучит. А потом со временем стали создавать игры с помощью таких флеш-карточек. Вот еще напоследок несколько примеров, как можно еще создавать простые игры. Например, вот на основе флеш-карты, на основе сервиса тайника, на одной стороне писать значение слова, на другом его, например, переводят. Или картинку. Опять проблемуся с звуком пошли. У всех? Так, еще раз попробую закрутиться. Чтобы буквально у нас осталось до конца. Продолжение следует... Так, а теперь меня слышно. Я перезагрузила еще раз. Картинка появилась, все должно работать. О, отлично. Я думаю, на 5 минут нас сейчас хватит. Мы в очень быстром тогда режиме, пока звук опять не пропал. Вернемся к Tiny Cards. Мы эту флеш-карточку решили использовать для рассказа о диалекте нашей местности. Я думаю, для тех библиотек, которые работают с различными народностями или просто диалектами различными. Это будет, мне кажется, хороший вариант. Ну, интересно, на мой взгляд. Например, познакомить с необычными словами диалекта той местности, где находится ваша библиотека. Мы, например, взяли поморский говор, поморческая говора. И взяли несколько слов из этого диалекта, необычных, на наш взгляд, и попробовали их перевести на современный язык. И прикрепили к ним картинки. Получился вот такой вот набор карточек. Что интересного в этом сервисе? Карточки можно не просто поворачивать. Но когда мы нажимаем на кнопку Continue, нам сервис неожиданно поворачивает-поворачивает карточки, а потом неожиданно начинает подкидывать разные интересные игры. Например, вот дает слово из диалекта, которое нужно угадать. Три картинки к нему нужно выбрать верную. Либо дает три значения и одно слово. Нужно подобрать к слову значение. Либо вообще он может выдать открытый вопрос. То есть дать описание слова, а вам нужно само слово списать. Вот вы сейчас, если понажимаете по этим карточкам, вы сами убедитесь, что это интересно. Плюс там еще забавная анимация. Сервис подсказывает, где правильно, где неправильно. Если правильно, то смайлик улыбается. Если неправильно, то грустит. Еще и звуковой там эффект добавляется. В общем, такой очень интересный сервис. Можно попробовать в работе с детьми что-то такое интересненькое, игровое. К тому же есть еще и приложения на мобильных устройствах. Для таких флеш-карточных сервисов их можно и на мобильнике просматривать. Еще интереснее, наверное, будет. Последнее, что сегодня планировала вам рассказать. Русскоязычный вариант того же самого сервиса для флеш-карточек Барабук. Создавался он для учителей и для того, чтобы изучать прежде всего иностранные языки. Но сейчас там большой набор карточек уже и по различным другим предметам. По географии, например, я нашла вот ссылка, например, на такие флеш-карточки. Когда создаем карточки, тут немножко конструктор посложнее, но он на русском языке, поэтому разобраться не достает труда. Тоже российские разработки. Когда мы создаем набор карточек, мы можем отметить еще, какие игры мы хотим с этими карточками играть. Виды игры с левой стороны, вверху я их в красную рамку выделила. И участники, когда будут с этими наборами карточек работать, они будут играть в эти игры. Единственное, что Барабук рассчитан на мобильное устройство. Просто на компьютере вы можете просмотреть сами карточки, попереворачивать их. А если вы хотите действительно сыграть в игры, то придется установить приложение для игры себе на смартфон, допустим. И уже со смартфона в эти приложения играть, в эти игры. Тоже интересный вариант для читателей юного возраста, которые к гаджетам привязаны, как никогда. Поэтому можно вот в таком образом тоже какие-то флеш-карточки для них создавать по мотивам литературных произведений, например. Ну и со смартфонами можно еще с ними же организовать командные игры. Улитки против утят. Вот на слайде у меня написано, да, две команды автоматом выбираются, кто есть кто. И можно со смартфонами еще играть в игры. Об играх, конечно, можно говорить бесконечно. И о мобильных устройствах в играх. Но это уже тема для следующего вебинара, который уже в феврале создается. Отдельно я хотела поговорить о том, как мобильные устройства можно использовать в работе библиотек. Прежде всего, конечно, для Игоря Викторин. И эта тема будет продолжена на следующем вебинаре. Но и не только. Еще можно много для чего использовать смартфоны и мобильные устройства. Для тех, кто не смотрел на самого начала, я напоминаю, что с правой стороны вверху, рядом со значком смайлика, вы можете найти папку с материалами сегодняшнего вебинара. Все, что со значком дискетки, все это скачивается на компьютер. Вы можете все это скачать и использовать в своей работе. Я буду рада, если вы это все будете использовать. Я очень старалась, долго, две недели собирала все эти материалы. Поэтому большое спасибо за внимание, что вы меня слушали до конца, что вы пришли, приходите и, надеюсь, будете приходить. Спасибо за хорошие отзывы. Какие-то вопросы, если возникнут, пожалуйста, пишите. Адрес уже известен, я тут и пишу. Ну и все ссылки, пожалуйста, смотрите. Если какие-то вопросы прямо сейчас возникли, я вот еще несколько минут буду с вами, подожду. Прошу прощения за все звуковыщенные неполадки. Немножко вот это выбило меня из колеи сегодня, но я надеюсь, что... Спасибо, что вам понравилось. Давайте поблагодарим Марину Анатольевну за интересный вебинар. Я вас всех благодарю, что вы внимательно слушали и с пониманием относились к тем проблемам техническим, которые у нас возникли сегодня. Я думаю, что это были проблемы с перегрузкой сервера на Мирополисе. Ну, так или иначе, запись этого вебинара вы сможете посмотреть в конце этой недели на нашем видеоканале на YouTube. А я, как всегда, приглашаю вас на все наши следующие вебинары. Всего вам доброго. До новых встреч на вебинарах Директ Академии. Продолжение следует...